ну что погнали официальное выступление и так сейчас в японии уже существуют так называемые куклы это хоть и как может показаться не серьезный вопрос моей стороны но на самом деле я отношусь к нему серьезно эти куклы женского рода понятно для чего используется они все больше и больше становятся похожими на людей визуально и плюс ко всему появляется искусственный интеллект который с которым можно общаться в общем-то как с человек я думаю что через какое-то время наша техника наука придет к тому что смогут совместить роботизированные куклы тела женщины или мужчины с искусственным интеллектом ну и добавится конечно же голос и вот в свете вот этой идеи мысли почему может вообще прийти отношения между мужчиной и женщиной связи с появлением искусственного интеллекта вот в такой форме который мы сейчас имеем ну к упорядочению отношений каждый себе накопит на куклу даже возьмет ипотеку и как сказать купить себе куклу половозрелым юношам и девушкам будут выдавать послушных роботов с как бы с предпочтениями во внешности в цвете лица в раскосе глаз кому какая нравится кукла вот и все как бы не в розу уйдут управляемый партнер дома сидит кроме подзарядки ему ничего не нужно вот он может даже и готовить еду там и и стирать эта кукла и в сексе удовлетворить все потребности никаких не надо будет договориться уровень неврозов во вселенной снизится на 63 процента так что а потом потихонечку когда снимут санкции будем экспортировать кукол сюда китайских конечно подешевле уж японских нам не потянуть вот и потихонечку все успокоиться до отменят антидепрессанты у каждого по кукле куклу будут можно будет прийти в ремонтное бюро оптимизировать например там или как и знаешь как но новые обновления скачивать так чтобы куклы будут обучаемые вот они будут учить новые слова они будут слушать к как вас называть спрашивает нас и все и закончится вся эта свистопляска с этими отношениями расставаниями встречами вот этими начал останься на чашечку кофе а ты блин паришься думаешь от кофе сексами то или только кофе или вообще остаться вот понимаешь куклу не надо водить в ресторан в дорогой ресторан делать ей подарки вот боже мой как замечательно я только приветствую появление кукол натуральные отношения останутся натуральные отношения вообще не для слабонервных это не для психопатов не для невротиков не для контролеров потому что когда ты встречаешься реально с человеком ты встречаешься с его непредсказуемостью парадоксальность другой человек это целая вселенная у другого человека другие интересы вот кстати вот эти темы про роботизированных кукол не вообще на самом деле она в кинематографе последние лет 10 поднималась там показана сама совершенно гуманистически показана сама идея тупиковости этого всего потому что понимаете вот для психически неполноценных незрелых нездоровых людей в этом всем как бы во всей этой истории соотношениями нужен что управляемый партнер который будет выполнять все прихоти смотреть мне интересные фильмы лежать вместе как бы на диване заниматься сексом когда захотелось и не заниматься когда не хочется поэтому на самом деле я скажу такую штуку вадим мы уже давно в семьях превращаем друг друга в удобные куклы мы перевоспитываем друг друга мы делаем партнерами как бы мы сначала влюбляемся в человека и думаем ой какой человек а потом превращаем его в удобное для для нас послушное животное мы внутри семейных отношений конкурируем мы внимательно приручаем и присматриваемся кто из нас но кто кого сильнее кто будет рулить а кто не будет рулить мы всего и все это прекрасно искусству кукловодчество уже обучены вот а когда человек в какой-то момент не соглашается быть послушным животным или роботом в партнерских отношениях он уходит а мы такие к психотерапевту валим типа скажите почему она такая вот какая-то вот что у нее за характер почему она психует или мужчина тоже почему у меня не складываются партнерские отношения да потому что это не для психопатов не для словонервных а для психологически зрелых синхронизироваться причем не так что до первого кризиса до первого конфликта на всю жизнь с другим человеком это для нашего мозга сложнейшие нейролингвистическая задача нам здесь нужно хорошенько то есть это это задача интеллектуальная это задача эмоционального интеллекта это задача наших физиологических каких-то таких вот моментов если человек способный к любви то он ну не на параметры твои смотрит не то например у тебя какой там родинка например на кончике носа или может быть запах не нравится а я вижу тебя я люблю тебя меня вообще все устраивает ты мне нужен такой какой то есть или какая то есть когда люди способны доглядеться до сути а так то в принципе параметры в куклах можно корректировать и в зависимости от меняющихся эмоциональных сексуальных предпочтений пожалуйста кукле кукла выполнит любую твою потребность получается те отношения примеру между мужчиной и женщиной которые могли бы быть здоровыми они и останутся те отношения которые обречены на непрактические они и эволюционируют могут эволюционировать вот подобного рода ну назовем это извращением либо особенности понимаете сейчас уже ну не толерантно что-то называть болезнь извращением а так как-то ну как бы потому что сейчас постмодерн у нас и в обо всем мы говорим как о вариантах нормы поэтому я в этом смысле человек уважающий предпочтение других людей человек читает себя например там тем или иным вопросах отношений или типологии личности или сексуальностей окей хорошо дело не в том интроверты или экстраверт нарцисс ты или может быть ты и как пограничная у тебя расстройство личности или акцентуации дело в том смог ты хоть с одним человеком блин ужиться так чтобы ей было с тобой хорошо и тебе с ней хорошо нашел ли ты партнера по по человека который по душе тебе человека в договора способного человека со здоровой эмпатией человека для которого ты ценен так же как и он сам для себя цель вот иногда люди лезут в эти отношения потому что у них такая как бы программу пока я сингл они капу у меня зная значит неполноценный какой-то вот нашел там мужа или жену все типа я то есть ты затыкаешь дыру неполноценности другим человек но ее заткнуть невозможно но на какое-то время легчает типа у да и по и такие люди очень цинично внутри они как бы смотрят на партнера как на того кого удалось охмурить это если люди контролеры или если люди зависимые они подсознательно ищут материнского тепла материнского принятия если мама была холодная чтоб муж был как мама заботился работал меня не заставлял идти на работу вот я сижу дома там втыкаю в компьютер а он работает значит любит то это ищет материнского тепла вот если вот эти вот вещи наши неосознанные потребности какой нам нужен партнер или партнерша не про не нами неосознанно не проработанную влипаем или в какого-то ёжика есть люди которые прямо такая секс-ориентация есть ёжика ложка ёжика ложечка то есть это значит я нахожу человека который будет меня ранить обесценивать унижать и через это я буду чувствовать себя живым это это как бы и и тогда я буду чувствовать партнерстве удовлетворенность вот поэтому мне кажется кукол при экспорте в россию нужно будет еще дополнительные опции там нарциссизм и стероидность до оскорбление обесценивание вложить программы этим куклам потому что если эти программы не сработают это не будет чувствоваться как любовь вот игнорирование уточила а давай продажи выходит подобная кукла роботизированная со встроенными неврозами по крайней мере никуда не сбежит но не сбежит да да но будет рядом можно будет издеваться над ней и останется верной да да можно будет даже бить и и вот может быть у кого-то кто-то через унижение получает удовольствие эмоционально сексуальное вот поэтому можно будет ремнем хлестать наручниками приковать к потолку и даже повесить можно на полгода на полдня чтобы повисел и побуцать потому что на самом деле если а давай что если у кукол в этих роботизированных так как они будут наделены искусственным интеллектом в некотором роде у них могут появиться права и если бить их то они могут и полицию вызвать скажем полностью нужно создать картину полиции арест ну ну да да но выйти на самом деле если это будет слишком человекообразные куклы и уже надо будет как-нибудь вводить в законодательные нормы какие-то для них то есть даст допустимо ли например их резать убивать или например там унижать и это уже как бы ну в любом случае мы к этому подбираемся но в любом случае это же будет под нашим управлением так вот я с болью с глубокой как достаточно давно работающий в консультировании особенно в разборе расставание говорю что многие люди делают куклами другого человека и другой или сломается и теряет индивидуальности растворяется или же просто уходит а те искренне не понимают ну почему а почему он ушел все же хорошо был да он терпел но у него накапливалась этот мужик был говорю одной женщине терпилой он видел как папа терпит маму которая его обесценивает унижает считая тряпкой и вообще мужиком не считает это все транслируется при ребенке вот и ребенок это все слышит а подсознательная наша программа воспроизвести семейный сценарий вот поэтому если люди начинают разбираться с теми подсознательными сценариями с теми мысли вирусами с теми моделями которые у нас голове они каким-то образом ну начинают думать чего я каждый раз выбираю тех кто впоследствии ранит я же их чувствую уже нутром понимаю чем это закончится и чем что эта девушка эти те же яйца только сбоку но что за у меня за странный такой выбор и тогда я не в состоянии разобраться один иду и ищу с кем бы поговорить но так чтобы человек в теме было не просто дружба вот а куклы это такие достаточно удобные штуки поэтому всем клиентам пациентам невротиком которые женщинам которые из четвертого мужика уже не смогли или там может быть как-то я буду говорить или девчата подождите два-три годика откроются границы восстановится импортозамещение или вот это как называется экспорт и приед и из японии а заказать на сайте можно уже сегодня можно через китай вот поэтому вы меня просто обрадовали вот просто обрадовали сбылась мечта невротиков будут куклы вот будут может кена и барби вот мы конечно и будем по-разному называть но вот ему в этом я же вообще-то я то есть я представляю там же у них и слизи и слюни будут внутри вот и возбуждение и может быть даже там эффект оргазма они конечно же будут красиво воспроизводить вопрос просто что это не про живое и тогда деградация будет с нами мы будем деградировать находя не живого человека а имитацию сейчас всюду полно имитации но еще одной имитации больше еще одной медитации медитации имитации меньше сейчас духовность имитируется сейчас литература имитируется сейчас вообще все становится все более унифицированным стандартным пластиковым в какую страну не приедешь сувенирник купить невозможно потому что все одинаковые китайская потому что вся это одна и та же еда ну вот и люди будут управлять подобие людей управляемые одинаковым и конечно таким образом полному кризису цивилизации катимся но так как бы на одну жизнь вот чтобы и да причем любить то такая кукла будет тихо только в нужных нам опциях если нам нужны комплименты да кукла изучит язык любви кому-то комплименты кому-то подарки с кем-то в покер поиграть с кем-то кино посмотреть с кем-то под сексом позаниматься вообще слушайте вы сегодня сделали мой день вадим честное слово да потому что эти отношения мог женщины истеричные мужики неприручаемые вот все друг от друга просто бегут в новые отношения чуть маленький кризис чуть маленькое недопонимание срочно все я тебя разлюбил я с тобой не могу никто не проходит эти этапы а кризис столкновение понимание что мы влюблены друг друга но мы разные и понимаете вот я объяснял сегодня вчера буквально одному человеку что одно дело люди встречаются и мы знаем для чего они встречаются уже это же эфир мизм такой встречаются не встречаются для секса другое дело кто есть отношения между людьми начинаются когда они хотя бы на год слышите на год пообещают не сваливать из отношений быть друг с другом вместе вот и жить вместе и денежки привносить семейный бюджет вместе и вести хозяйство выносить мусор готовить заботиться друг о друге вот сейчас я думаю не актуально венчать людей на например на венчание или там обручение или заключение брака просто вот на год брачный контракт на год и потом чтобы чтобы если это произойдет например 29 там апреля или июня через год прийти или подтвердить еще на год или расторгнуть сейчас долгосрочные отношения это вообще но редкость роскошь даже психологи говорят же на женских тренингах девочки пожалуйста закладывайтесь ну максимум над на 3 максимум на 5 лет ничего сейчас не держится и они не так чтобы плохие психологи нет они говорят об этом непостоянстве не способности вынести инаковость другого без попытки его сделать ручным вот вот и все а роботы нам помогут слава что богу что есть я пони человечество роет себе яму посредством новых технологий и вот конкретно искусственный интеллект вроде все это призвано чтобы улучшить жизни и снизить как вы объяснили количество неврозов но глобально это приведет какой-то катастрофе социальной что если женщина перестанут рожать детей потому что я подозреваю что технологии дойдут до того что роботизированные куклы могут и рожать я так подозреваю это может быть не не через год может быть лет через десять через двадцать и что у нас получится матрица на его вообще вообще-то да ну на самом деле сейчас видите сейчас уже вот эти женщины контрактницы которые суррогатные матери ведь одно дело когда там суррогатная мать это очень деликатный вопрос когда например бесплодие или когда женщина не может выносить ребенка по биологическим соображениям ну ладно хоть как-то там хотят детей но это все это этически очень сложно понимать а чувство этой суррогатной матери которая будет ощущать то в теле ребенка как своего и она его отдаст за деньги фактически идет продажа ребенка и же надо совестью как-то договориться справиться но если другие вещи когда жены богатых мужчин и я знаю об этом лично не понаслышке чтобы не толстеть чтобы сохранять форму который у которых репродуктивно все в порядке они как бы приглашают суррогатную мать чтобы с этим животом дурацким не ходить не позориться что ты как будто бы арбузик съела вот нет и это уже как-то происходит все понимаете и мне вот ну как бы с моей такой трепетностью этической позиции ну уважением мне все не то что сложнее а все парадоксальнее как вот помогать людям которые воспользовались этими понимаете вот в моем поколении многие вещи которые сейчас особенно уровне этики кажутся ну но это за пределами нормы а вот это поколение вырастает им суррогат на материнство ну да аборты ну да ну ну зачали не понравилось не захотели проголосовали а ведь и очень часто и в россии где-то более половины абортов делается без ведома мужчин мужчина хотел бы ребенка допустим женщина не ставит в известность и мне эти понимаете эти расширение этических границ ну вот она ну как бы меня не касается пока ко мне живой человек не приходит со своей болью мужчина пришел на консультацию говорит зачала женщина ребеночка и пошла сделала аборт мне не сказала а я случайно узнал и говорит у меня я ее очень любил после этого у меня все упало к ней можно ли восстановить чувство любви а его можно понять то что у него все упал после этого я понимаю я но понимаете адекватно это это же естественная подсознательная реакция смотрите мы же на там 9 десятых состоим из наших подсознательных импульсов реакции вот люблю видеть не могу например от сделал аборт у все нормально было прожили еще там месяца 4 потом с ночью случайно узнал и что-то рухнуло это не про адекватная а про то что вот бытийно вот она так вот ну упала и говорит хочу остаться с ней а нутро вот это вот нутро знаете то что называют подсознанием психологи она называется нутро а нутро рухнула все не могу просто и снаружи по старой памяти пытаюсь воскресить эти нейронные связи там любовь а нутро вот так как бы блин как же она могла нашего ребенка плод нашей любви и все вот и вот с такими вещами приходится сталкиваться от не про адекватно неадекватно а про внутреннюю глубинную мудрость до которой никакие техногенные фокусы не да не дойдут не да они не способны туда проникнуть в нашу душу вот эти все вещи на которые кажутся нам норм вот и про искусственный интеллект я думал мы будем про искусственный интеллект а если про куклы так вы затронули вадим просто болевую такую прекрасную тему я готовлю про куклы тоже говорит искусственный интеллект в медицине я полагаю что он будет развиваться настолько что его скорее всего интегрирует в медицину и полагаю так как уже в европейских странах есть такая практика когда человек очень сильно страдает например от боли от болезни он может попросить чтобы его убили да то есть чтобы его сделали инъекцию и человек умирает если опасность в будущем искусственный интеллект будет принимать решение о том какому больному жить какому же какому умирать и будет санкционировать то или иное действие по отношению к человеку эта тема ну понимаете если это искусственный интеллект и мы же но вот эти все вещи сейчас ведутся то дискуссии что развитие всех этих чатов g5 искусственных интеллектов она кто-то из выдающихся даже современных ну вот людей которые за современной технологии даже высказал ну такое опасение давайте притормозим потому что если эта штука будет развиваться мы уже не будем отличать настоящую литературу от от у меня у самого я сейчас нахожусь батуми у меня тут с помощью другого в россии невозможно это сделать установили этот чат g5 или open и ай вот так я смотрю вот на этом уровне он прекрасно интегрирует информацию он помогает потому что на любой сайт от возьми неоднозначную ситуацию на какой сайт на наткнешься на такую и получаешь информацию например о каком-то явлении вот вот эти вот эти чаты они достаточно сбалансированную информацию дают то есть как дополнительная подсказка к строке поиска например в интернете ну пусть будет окей вот но когда говорят что люди уже книги пишут задают сюжет и он пишет вот если понимаешь понимаешь какая штука если у меня есть литературное чутье я могу рифмовку отличить от поэзии я могу отличить механическую поэзию от реальной рифмовки то есть как чем-то от чего-то бесталанного но такого ну искреннего кто-то там решил там стишок написать четверостейший для любимой девушки вот но если у человека этого вкуп тонкого вкуса нет он подделку не отличит и мы получим поколение в которое будет обучаться на искусственно интегрированных книгах учебника читать любовные романы или даже сама сам раз заказал начать чат g5 пожалуйста напиши любовный романчик в котором японка влюбляется в русского мужика и например она еще впоследствии окажется что она не настоящая это робот вот и он тебе выдаст информацию изложит ты зачитываться будешь но мы так тогда какую-то очень важную грань переходим где-то вот эта стандартизация без души она же началась давно вот все вот эти например там инструкции ну хорошо когда инструкция по пожаротушению по эвакуации инструкция к автомобилю инструкция какому-то но это одно дело но ведь посмотрите современные психологические статьи нередко составлены чатами g5 15 правил успешного супружства да вы чё охренели люди поверят прочитают а правило каждая пара пишет самостоятельно через договаривание через общение через эмпатию через конфликт через слезы через желание развестись но все-таки остаются вместе вот поэтому это к этому механи к этой механизации мы технологизации приходим давно ну и в какой-то момент ну вот я понял что мне чтобы сохранить разум целостным ясным мне нужен контакт со здоровыми творческими людьми не перегруженными сайтами g5 сознание которых не осквернено z пропагандой которые как бы сочетают внутреннюю этику и вот и балансирует на внутренней этике и реалиях современного мира подыскивают сочувствуют понимают ну ну и сами в чем-то творчески развиваются вот мне нужно поддерживать здорово сознание здоровом состоянии а сознание поддерживается в здоровом состоянии совместно с теми людьми которые мы позволяем на себя влиять вот если есть если мы позволяем то есть были а близкий контакт дружеский любовный это некоторое консенсус или даже усреднение наших ментальных интеллектуальных потенциал вот у меня одна женщина знакомая она литератор поэт вот и в принципе публицист вот она ну как бы действительно человек пишущие востребованы в этой области и вот она полюбила мужика мужчину который кавказской национальности чем она занимается и что пишет он не может это не понять не постигнуть не читать у них состыковочка какая-то эмоциональные происходит я смотрю внимательно куда этот сюжет вырулит ведь на самом деле вот этой соединенность да будут двое в плоти единую это ж не про тела это ж не про секс библейская такая тема да будет двое плоти не а как будто бы это одно существо я верю что такие чудеса когда люди слишком разные соединяются в одно возможно но впоследствии если если я не могу со своей девушкой женщиной партнером партнершей разделить содержание своих мозгов и своей души мне нужно будет кто-то еще моя душа будет искать кого-то еще и вот вот понимаете и вот эти вот эти все тонкие законы невозможно прописать как алгоритмы для сайта g5 это каждый раз опытно как только мы алгоритмизируем ся вот нам кажется что вот выполнить такую-то технику или следуй таким-то принципами будет тебе счастье по и харе кришна и будет тебе счастье нет нифига ты можешь глушануть внутренний голос голос души голос сердца на вот следуя каким-то правилам но ты тогда перестанешь его услышать так вот моя задача как бы звонить маленький колокольчик чтобы люди вот как-то вот сюда больше а если робота или управляемого партнера или ну как бы это или вместо того что напиши своих строк своих слов там парочку тройку ради мысль под задачу вот они разговаривай шаблонами не разговаривай штампами ну вот 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 это вот это творчество и это некоторые труд это навык так жить большинство людей как-то живут как все люди толпы это как бы так от всех не отстать и скажут им сверху сайди пяти типа вот это вот надо еще школьных программах и все скажут голосовать за одного человека в школьных программах нормой станет тогда скажут за другого а тот был не отцом а сукаю какой-то как в стихотворении известном юлия кима а понятно вот большинство людям ну как бы управляемо размножать в пробирках вообще не сложно чуть-чуть технологии подрастут лет десять и все и на так а мужчину надежного серьезного которого можно настроить на свои настройки ну вот вопрос как они будут его кормить ладно там сексом там механику подключить а вот так чтобы мужика-то накормить хочется как если потребность такая вот мама кормила папу и в это время гадости ему говорила что он не мужик и вот мне хочется накормить мужика а он робот наверное им какие-то штучки туда вставить чтобы они еще переваривали и все это но как бы с помощью мочи и кала выводили так уж чтоб но полный цикл был вот это тоже передай японцам чтобы они там как-то и это продумали потому что некоторым то кормить мужика надо садись есть я для кого готовил возможно они увидят нашу беседу сделать выводы по поводу пробу кукол я еще вернусь к этому вопросу вот у меня какой вопрос значит существование бога нельзя доказать по крайней мере мне так кажется эта тема абсолютно бесполезно для дебатов что если создание искусственного интеллекта есть некое неосознанное желание людей создать бога который не требуется для которого не требуется доказательства вот он есть нужно еще доказывать вот он существует материальное подтверждение существование высшего разума который со временем превзойдет скорее человеческий разум так вот неосознанное желание создать бога может быть такой ну как тебе сказать можно любую любому действию приписать любой интерпретации ну ну да если ты говоришь про неосознанное желание создать бога что такое бог то той или иной религии это некая разделяемая фантазия но которую мы прорисовываем делаем скульптурки может быть иконы верим что какой-то текст непосредственно от бога пришел ну как бы вот воплощенная и разделяемая фантазия многих людей но это основа такого религиозного мышления но мы же как человечество эволюционируем вот и плоды эволюционные плоды и последствия того что происходит они могут оказаться пугающими потому что разум цепляется за привычное как старинам морфеус говорил вот и были времена еще когда люди совсем недавно боялись я помню я еще в храме служил тогда и вот мобильный телефон как что-то совершенно мирское я оставлял дома когда они тогда кнопочные были когда шел на службу потом были страхи интернетов вот то есть и конечно но нововведение вот эти все эволюционные они видятся как нечто непривычное опасное особенно если поколение старше то как бы труднее что-то новое привносить как опцию нот когда появились эти все госуслуги и прочие вещи то есть мы как-то без этого жили а тут бабах вот один фактор другой третий вот ну поэтому нам-то людям старшего поколения я себя к ним отношу уже мне 54 в этом году уже просто к старшее поколение вот трудно принимать все новое но в этом смысле я говорю что вот в мою жизнь секс кукла точно не войдет вот но и сайт g5 для информации как из как поисковая страна строка в google и пускай будет вот я вот установил пускай будет он хорошо работает и очень эксклюзивные истинный вместо того чтобы плазить по интернету по разным сайтам сводит в такую статью но тексты которые я всю жизнь буду писать и выкладывать от своего имени я буду писать вот этому не своими пальчиками чик-чик-чик-чик потом редактировать потом переписывать то есть я даже кусками оттуда не буду пользоваться но может быть эволюция в том что люди как бы обобщат весь общечеловеческий опыт как мы обобщили его сведя в интернет то есть можно любую книгу там достать любой любой файл любой фильм вот и будут этим пользоваться вопрос каковы мы что произойдет с нашей личной индивидуальной эволюции будем ли мы интересны друг другу вот интересно вот например смотри ну да вот такой пример если раньше люди приходят на свидание вот они общаются они докапываются друг до друга чтобы быть друг другу интересными они как бы там вот как а вот скажи а вот я прочитала как раз он мне томик блока да а вот мне там мастер и маргариту перепечатали ухты ждай и люди обмениваются чем-то интересным а я там под смотрит в чем интерес партнера чтобы найти точки соприкосновения сейчас что происходит вот смотрите уже в определенном душевном смысле я наблюдаю эту определенную деградацию чуть-чуть пообщались пришли там на свидание чуть-чуть пообщались вот поели какой-нибудь там салат из рукколы или какую-нибудь пиццу моцареллу кофе запивают и уже каждый свой телефончик потому что там всегда интересно а если не интересно можно свайпнуть и что-то другое интересное а как ты человека свайпинг если он тупой или неинтересный или наступила неловкая пауза сразу раз и или тебе как ты думаешь боже поела а вот трахаться не хочу с ним расплачиваться сексом за еду да и еда была не очень как теперь свалить куда свалить вот так ну в реальном контакте можно или с собой а тут раз интернетом глушанулась какие-то там посмотрела какой-то клип и потом два человека пытаются друг другу еще показать кто что нашел то есть мы перестали быть стараться чтобы быть интересными друг другу докапываться чтобы глубину человека выкопать а может в этой глубине вообще уже ничего нету кроме этих рилсов и stories of понимаете это же ну вот я смотрю там instagram но это же есть много чего интересно сама по себе площадка интересно но рекламируют там и огромное количество роликов о том как увеличить количество просмотров своих роликов хорошо блин а содержание то в чем в чем там содержание поэтому я так как бы смотрю на это и и люди красивые на помажные подсветка офигенная вот игра света открыть а человек там вообще есть и вот девушки которые говорят о этих тонкостях айфона я смотрю какие они прекрасны но они уже куклы понимаете площадки эти интернет это конечно просто площадки на которых можно на и хорошие вещи сказать вот мы что же вот сейчас поговорим и в ю тубике выложим но на самом деле так как бы мы осваиваем технологии и формы но все больше энергию уходит на освоение форм и мы перестаем нередко быть людьми содержание но сейчас приведу приведу как пример у меня лет 15 назад с одним тренером по ораторскому искусству я так схлестнулся как тренер по ораторскому искусству он хороший технологии преподает раскрытие хороший классные он всем этим живет а вот так мы сидим я говорю хорошо человек освоил технологии а содержание вот давай поговорим живешь то ты чем ну то есть что доносить через классную ораторскую форму что доносить через свою интернет страничку если там что человечное и теплое и конечно есть технические сайты там или может быть технологически я же здесь не против просто ну успеваю ли я ну быть человечным чувствующим искренним и человеком содержание живого творческого потока они компиляции с помощью сайта g5 или open и ай вот так вы сказали такую вещь что ваш секс кукла не войдет что будет с людьми которые скажем не будут не будут следовать этому тренду не станут ли они изгоями общества я предполагаю что вот это вот после известных событий 24 февраля например в россии произошло очень жесткое позиционирование люди которые говорят одно и люди которые говорят другое сейчас не будем разукрупнеть мне кажется и в этом смысле хорошо чтобы происходить то есть будет естественным образом происходить разделение на живых вот с теми которые за вот эти вот все хирургические операции вот я с ними не как просто они пусть там и психологи и друзья в прошлом я с ними как позиционирование произошло если кто-то какой-то человек появится который будет эту новую нормальность например по поводу секс кукол там и и прочие вещи все же началось это могучий вот а дошло до секс кукол уже на вот будет если кто-то будет ну в этом или кто-то для того чтобы избавиться от своего свои неспособности построить долгосрочные душевные сердечные отношения заведет такую куклу как психотерапевт и душепопечитель я возьму если человек скажет и с куклой тоже не получилось блин она мне тоже не поняла и она начала вредничать вот мне не нравится но я привязана к ней и другого доступа к сексу у меня нет только через куклу и не знаю выкидывать или нет но кажется у меня крыша уже едет я буду работать конечно но вот дружить но поддерживать дружеский контакт я буду только с нормальными людьми для меня выход на секс куклу это выход за пределы моих представлениях о нормальности самое главное что этот первый вопрос был для меня неожиданным мы же а искусственного интеллекта собирались говорить но мне офигенно интересно я оторвался по полной секс кукла в контексте искусственного интеллекта ну да это будет общаться она будет это же не надувная кукла как в те как в 90 это уже будет другое и в этом плане вы практически поэтому поэтому вадим если я узнаю что мой хороший друг вадим из лондона включит вот эту секс куклу в свою жизнь все я сразу предупредил забаниваю блокирую и больше не дружу но на психотерапию приму если что все дорогу